Всем привет! Сегодня я решила снять видео по просьбе подписчиков. Некоторые подписчики просили меня снять видео о моей профессии, о моих профессиях даже я скажу, и кем я работала раньше. Но я много кем работала, и профессий у меня куча, и некоторые подписчики у меня просили рассказать о моих дерзких поступках, которые я совершала в молодости. Но вообще я хочу сказать, я была в молодости очень дерзкой, так что мои дерзкие поступки, они как-то меня все время по жизни сопровождали. Но сегодня я хочу рассказать вам, как я работала в аэропорту, о моей работе в аэропорту. Но началось с того, что вот мне исполнилось, когда 18 лет, до 18 лет я работала уже на обувной фабрике, я пошла после 8 класса учиться в училище на обувщика. И два года я сначала работала, училась и работала на обувной фабрике, потом я год поработала на заводе, там где мои родители работали. И когда мне исполнилось 18 лет, мне захотелось свободы, уйти от родителей, жить в общежитии, с молодежью, и в общем принимать решения самостоятельно, и по работе, и по жизни, и так далее. В общем, такая очень была самостоятельная, не любила контроля над собой. И в общем, когда мне исполнилось 18 лет, мне кто-то из моих там друзей подсказал, иди-ка ты стюардессой. Ну, хотя я и пела хорошо, но в училище по вокалу там я не пошла, мне мама не разрешила, и в общем, поэтому она хотела, чтобы я была рабочим человеком, как и мои родители были рабочими. Поэтому пошла в училище на обувщика. Но уже когда стала совершеннолетняя, уже решила, буду сама решать, кем мне быть. Ну, в общем, подсказали мне друзья, иди стюардессой. Я говорю, ну как же я, без языков, туда разве берут? Да, берут по нашим авиалиниям, по России, язык не нужен. И образование не нужно, иди там берут, и так. И общежитие там есть, все есть. В общем, прихожу я в отдел кадров в аэропорт, и говорю, я хочу быть стюардессой, что мне для этого нужно? Мне говорят, ну, в принципе, ничего для этого не нужно, но у нас сейчас нет свободных вакансий. Я говорю, а какие у вас вакансии есть? Может быть, я пока кем-то поработаю и буду ждать, пока освободится вакансия. Ну, мне говорят, нам нужны заправщицы самолетов и нянечки в детский сад. Ну, я так подумала, думаю, ну, где нянечка, и где самолеты вообще? Еще тогда молодая, как бы с детьми еще нет. Думаю, а заправщица самолетов, это уже интересненько. Я говорю, давайте я пойду с заправщицей работать. В общем, пошла работать с заправщицей. А это было в начале лета, и как раз, то ли это был май или начало лета, как раз я попала на такой сезон. С одной стороны, не морозы, не зима, это лето, а с другой стороны, солнце пек, жара на перроне. Но, слава богу, что я была физически сильная, потому что я в школьном возрасте плаванием занималась, и, в общем-то, я была качок накачанная такая, хоть и худенькая. И поэтому, в общем-то, с этой работой я справлялась. Там девочка параллельно со мной пришла, и она испытательный срок не прошла, потому что у нее там вырвало шланг, она там керосином залила самолет, и, в общем, ее сразу убрали. У меня все хорошо получалось. И, кстати говоря, хочу вам сказать, что я потом уже, когда летала в другие города, обращала внимание, что заправщицы самолетов женского пола работали только у нас в Ростове. Все заправщицы у нас были девушки, женщины, ну, не сильно взрослые, как бы такие, молодые, в общем, девушки, женщины. Ну, и я пошла туда. В общем-то, меня-то быстро научили. Ну, хочу так вкратце рассказать, как заправляется самолет. Самолеты разные, заправляются по-разному. Ну, вот в основном самолеты, которые мне приходилось заправлять, это Ту-134. Он заправляется, там вот такая вот штука железная, я уже не помню, как она называется, который соединяет, но на вытянутых руках нужно было ее поднять. Она килограмм пять весит, и под ней еще вот такого диаметра шланг, который наполняется топливом. И вот эту вот штуку нужно было поднять на вытянутые руки и вставить, и затянуть. И потом уже по этому шлангу поднималось, заправлялось керосин, топливо. А Ту-154 то же самое, только нужно было еще с собой носить табуретку, но в основном на машине там табуретку прикрепляли, и она ездила. То есть надо было остановиться на табуретку и вот эту штуку поднимать и также опять затягивать. Еще много самолетов у нас прямо как семечки падали, это Як-40. А Як-40 заправляется пистолетом. Пистолетом нужно лесенку поставить к крылу, подняться по лесенке и потом пистолет воткнуть в отверстие и держать. И там по-моему 4 атмосферы давления было, если я не ошибаюсь, но очень сильное давление. Нужно было пистолет хорошо крепко держать, чтобы его не вырвало из рук. И вот настолько часто спускались самолеты Як-40, вот только один самолет приземляется и уже касается полосы, другой самолет я уже вижу на горизонте как точку. Вот так вот самолеты у нас спускались один за одним. Поэтому Як-40, мы дежурили на Як-40, это там по часу были на перроне, просто не выезжая с перрона, просто от одного самолета к другому подъезжали на ТЗ, ТЗ это машина с топливом, топливозаправочная машина. И все, лесенку даже я так в руках переносила, буквально вот так вот подряд шли-шли-шли, заправляли эти самолеты. Ну, конечно, солнце пек, солнце на голову печет, очень жарко от перрона, и было это трудновато, поэтому у нас на Як-40 было дежурство. Остальные самолеты, они с каким-то интервалом заправлялись, там можно было под кондиционером посидеть, у нас такая буточка была на перроне, мы там чаи гоняли и, в общем-то, под кондиционером охлаждались. Ну, и работа там была, она посменная, там, по-моему, если я не ошибаюсь, день-ночь, два дня дома, были какие-то ночные смены, ночной же попрохладнее, и самолетов было меньше ночами. В общем, не так напряжно было. Я уже точно не помню, по-моему, там была зарплата где-то 150 рублей, и плюс бесплатное питание, бесплатные обеды, по талончикам были такие, там шла в столовую и питалась. Ну, в общем, работа, я вам хочу сказать, в общем-то, нелегкая была, хотя мне тогда все легко давалось, потому что я такой человек был, я была энергичная, сильная, веселая, мне все было ни по чем, я ничего не боялась, вот прям шла и прямо в ум с головой сразу бросалась. Поэтому, как бы, мне эта работа была не сильно прям напряженная, но это не предел моих мечтаний, о том, о чем я мечтала, как бы, это не совсем то. Понятное дело, что я ожидала чего-то лучшего, и там одна моя девочка знакомая сказала, что в вокзале, там есть сменные коменданты аэровокзала, тоже по сменам работают, и там одна ушла в декрет, на ее место сейчас требуется временная, временная вакансия освободилась, на ее место требуется как раз человек. Ну, я думаю, как это я пойду, в 18 лет, кто я такая, сменный комендант аэровокзала должен вообще-то командовать людьми, подчиненными. Она говорит, да, попробуй, пойди спроси, попытка не пытка, я ей думаю, да и правда пойду спрошу. И вот я как-то спиронно, я как раз в комбинезоне работала, такая у меня хвостики тут такие, или косички были, хвостики, что-то такое. Такая, прихожу к начальнику вокзала, я говорю, возьмите меня на эту должность. Он на меня посмотрел, говорит, ну как, ты очень молодая, это нужно работать с людьми, нужно с людьми общий язык находить. Я говорю, вы не представляете себе, как я могу находить общий язык с людьми, все получится, возьмите. Он, я подумаю. Хорошо, я ушла. В следующую смену прихожу к нему опять. Я говорю, ну что, вы подумали? Он говорит, я еще пока не подумала. Я говорю, хорошо, я приду завтра. Прихожу к нему на следующий день. Я говорю, ну что, вы подумали? Берите, не пожалеете. Он мне говорит, ну ты слишком молодая, я не знаю, справишься ты или нет. Я говорю, вы меня возьмите и проверьте, что гадать. Должно получиться все, я с людьми общий язык найду. Там, говорит, бабушки, там уборщицы, они там все пенсионного возраста, как ты с ними будешь общий язык находить? Я говорю, найду. С бабушками договорюсь, все, берите. В общем, короче говоря, он меня взял на эту должность. Пошла я знакомиться со своими подчиненными. Я помню, как сейчас, они там сидели, где-то там на первом этаже, в закутке, там на лавочках сидели. Я подхожу к ним, а у них бригадир была, Мария Ивановна. И 10 еще уборщиц, это которые мыли первый, второй этаж. Помимо этого, там еще были уборщицы, которые мыли туалеты. Ну и другие там сантехники, электрики, там слесаря, в общем, всякие еще другие подчиненные были. Но вот такие непосредственно, это вот эти бабушки, бригада бабушек. Самая такая вот, ох. Ну, я подхожу к ним, я говорю, здравствуйте, вот я сейчас буду работать временно вот на должности сменного коменданта в вашей смене. Меня зовут Такта, давайте познакомимся. Ну, познакомились, в общем, я видела по взглядам, что они несколько скептически относились, вообще как бы недоверчиво так поглядывали на меня. Но они, видимо, не знали вообще, что за человек пришел новый, при том такая молодая девочка, совсем девчушка, будет ими командовать. Конечно, было какой-то в глазах у них настороженность, какой-то недоверие. Но, видимо, может быть, я расположила их сразу своей какой-то открытостью. Они, в общем-то, смотрю, что вроде бы как нормально, в общем-то, отнеслись. Ну, я просто знала, что они еще посмотрят, как дальше я буду себя вести, как я покажу себя. Вот. Ну, и вкратце, чтобы вам рассказать, как я входила в доверие к бабушкам. Как-то вот тоже это в начале было еще нашей совместной работы. У нас как раз затопило подвал, а в подвале была камера хранения, куда сдавали чемоданы, и там прорвало трубу. И срочно вызывают бригаду бабушек эту воду собирать. Я пошла вместе с ними, и вместе с ними в рядочек встала, взяла ведро, взяла тряпку, и вместе с ними засучила рукава, и начала эту воду собирать. То есть, то, что делали они, прям я рядышком становилась, вместе с ними работала, помогала. Я работаю, не боялась, не боялась вымазать ручки. И, в общем-то, как-то вот с бабушками у нас получился хороший такой тандемчик. Я была к ним открыта, всегда приветлива, они были со мной открыты. И если даже нам давали какое-то, начальник давал какое-то задание, которое было трудно сделать бабушкам, я просто помогала им и сама эту работу грязную делала вместе с ними. Поэтому, наверное, они меня зауважали больше, чем своего предыдущего, скажем, начальника. И, в общем, мы подружились. Даже если у кого-то из бабушек был день рождения, а раздевалка у них находилась в подвале, и там по коридору длинному пройти, и в самом-самом конце, в общем, там была такая большая раздевалка, где они там кушали, переодевались. И если у кого-то из бабушек был день рождения, они приносили там из дома всякие разносолы, там еду, закуску, ну, бутылочку, понятное дело, там бывает домашнего вина. И вот когда там какой-то уже конец смены, там перерыв обеденный, ну, в основном это было в ночную смену, когда начальства нет никого, они меня приглашали туда, стол накрывали, приглашали меня туда, я приходила. И мы там сидели, разговаривали, шутили, смеялись, даже песни пели хором прямо. Я вообще как дирижер хора, и знаете, такие как застольные песни, многоголосие. В общем, идеальный хор у нас. Я говорю, нам не тут работать надо, а прямо на телевидении идти с хором нашим вообще. Ну, в общем, замечательно, и с ними я ладила, и замечательно с ними работала. Если кому-то нужно было отпроситься там в какой-то день, я просто говорила, что давайте только договоритесь, кто вас подменит, чтобы это было, чтобы у нас не было каких-то пробелов или что-то. И, в общем, договаривались с бабушками, мы договаривались, все у нас было шикарно. Что еще в тот период хочу вам рассказать интересного? Ну, 18 лет мне исполнилось как раз-таки в 1982 году. И вот лето я проработала на перроне. В начале осени я пришла работать уже комендантом аэровокзала. И как раз в ноябре 1982 года умер Брежнев. Объявили тогда траур на несколько дней, там три дня, по-моему, был траур, не помню. А у нас перед этим приехали музыканты из Москвы в Ростов. Очень известная в тот момент, в те годы была рок-группа, я не буду называть название ее, известные музыканты, которых я наслышанная музыку, их слышала и все. И так получилось, что я познакомилась с одним из музыкантов. И вот только они приехали, по-моему, один концерт, да, они сделали. И потом вот объявили траур, то есть никакие концерты, не было концертов. И они вот эти вот траурные дни пережидали у нас в Ростове. Ну, и я с моими друзьями и с этими музыкантами, в общем, на левом берегу Дона, мы там отдыхали. Ну, я один раз, правда, с ними съездила, хорошо отдохнули, посидели. В общем, проводила иногда время, ну, не иногда, а просто вот один раз как-то вечер посетила с музыкантами. Очень интересно было с ними, весело. И как раз через год они приехали, а через год, это у нас, когда умер Брежнев, на его место стал Андропов. Андропов 15 месяцев правил. Ну, как раз так получилось, что они в следующий раз, когда приехали на гастроли, опять попали на траву. И опять мы встретились, и опять мы, в общем-то, отдыхали вместе. Да, еще хочу рассказать вот о каких-то своих там, ну, скажем, дерзкие, не дерзкие. Ну, тут много, в общем-то, уже такой дерзости у меня, я, так сказать, смелых каких-то поступков, можно сказать, в эти мои 18 лет было. А что еще было такое запоминающееся? Это у нас как-то вокзал посетила санэпидстанция. А у нас поломоечная машина, она мыла первый этаж. Ну, то есть одна там из уборщиц, она просто поломоечной машиной проходила по первому этажу и мыла. А бригада остальная мыла полностью швабрами второй этаж. Ну, когда у нас сломалась эта поломоечная машина, а ломалась она часто и чинили ее долго, бабушки мыли первый этаж тряпками, а осень много грязи, дожди и так далее. И только они помыли, и опять грязь. В общем, получилось так, что санэпидстанция пришла на тот момент, когда у нас вот это все мыло с тряпками, мыло, естественно, один раз в смену, потому что нереально это все мыть постоянно, и грязь сразу опять становились полы грязные. В общем, санэпидстанция когда ушла, мы кое-как с начальником отстрелялись, в общем, там уговорили их, что машинка пока что поломанная, мы ее починим, все нормально будет, все будет убираться. В общем, нас не оштрафовали, но после их ухода мы с начальником сели в кабинете и начали, как говорится, думку думать, что же делать нам с этой поломоечной машиной. Я у него спрашиваю, а в чем проблема, почему нельзя купить новую? И он мне сказал, что эта поломоечная машина вообще, ну, ее закупают на заводе в Москве, завод метрополитена, который делает машинки для метрополитена. То есть, как бы, вот это в Советском Союзе представлять нельзя было просто так пойти и купить эту машинку, да. Там были какие-то планы, какие-то внеплановые машинки, но дело в том, что там уже завод сам решал, кому внеплановую машинку, допустим, там продать, да. То есть, не так-то просто было ее заполучить. И мне начальник сказал, что наши снабженцы, которые ездили уже не раз в Москву за этой поломоечной машиной, возвращались ни с чем, нам машинку не дают. Я говорю, ну, может быть, они плохо просили, давайте отправим меня в командировку и попробую я попросить. Он говорит, ну, ты же молодая, кто там тебе даст? Я говорю, ну, вот на работу вы не хотели брать, но взяли же, да. Давайте попробуем меня отправить. Ну, попытка не пытка. Он говорит, ну, правда, чем черт не шутит, давай. Но, говорит, я поговорю с нашим командиром авиотряда, даст он добро на эту командировку или нет. Я говорю, ну, попробуйте его убедить, может быть, получится. Ну, и на следующий день, на следующую смену, когда я прихожу, мне начальник говорит, поговорил я с командиром, он хочет сам с тобой побеседовать. Ну, пошла я к командиру, он на меня посмотрел и говорит, да, это вы, наверное, просто хотите Москву посмотреть. Я говорю, нет. Для меня вот дело принципа, я хочу поламоечную машину раздобыть. Может быть, тогда быстрее стюардессы стану. Все-таки какая-то польза от меня будет. Ну, честно говоря, мне для себя хотелось, если лично, с моих целей, да, мне хотелось самой себе доказать, чего я могу, чего я стою, смогу ли я добиться того, чего другие не смогли, например, добиться. Ну, это было такое, знаете, как проверка моего характера, проверка на прочность, наверное. В общем, командира тоже я убедила, и он говорит, ладно, попробуйте, езжайте в Москву. В общем, дали мне командировочные, там, подотчетные, вообще мизерные деньги. Слава богу, что я перед этим зарплату получила и, в общем-то, с зарплатой со своей поехала. Ну, и тем не менее, когда я в Москву прилетела, пришла я на этот завод, и секретарше говорю, она мне спрашивает, вы откуда и зачем? Я сказала из Ростова, я в командировку за... Нам нужна машинка поломоечная. Она зашла к директору в кабинет, выходит и говорит, он вас не примет. Ну, и так между нами, она говорит, вообще-то до вас тоже приезжали вот с Ростова, и никого он не принял. Я говорю, ну, в таком случае я отсюда никуда не уйду, пока он меня не примет. Я не для того приехала, прилетела, чтобы просто прийти, увидеть вас, развернуться, лететь обратно. Я ни с чем не могу вернуться. Вот давайте, пусть он со мной поговорит, пусть он мне лично скажет, и я своему начальству передам то, что он мне скажет. Пусть он мне лично скажет, что он меня не хочет слушать, не хочет принимать. Ну, видимо, она обалдела от этой дерзости. Пошла директору, доложила. Наверное, директор тоже обалдел от такой дерзости. И решил выйти посмотреть на меня. В общем, вышел, он меня увидел. Это вы из Ростова или я из Ростова? Ну, заходите, давайте поговорим. Зашла в кабинет, начали мы разговаривать. Он мне объяснил, что машинки так просто не дают, что вот у нас сверх плана есть несколько машин, но что мы будем с этого иметь? Я говорю, а что вы хотите? Они говорят, мы можем, допустим, по бартеру. По бартеру, допустим, идти как обмен. Ну, понятно, что машинку мы покупаем, но, допустим, какой-то дефицит, они же нам дефицит дают, какой-то дефицит мы должны им тоже дать взамен. Я говорю, что вас интересует? Но тогда в моде были летные куртки, а их тоже купить вот так просто было нельзя. Их там выдавали, как спецодежду. Ну, они тогда были прямо модные, и видно, может быть, тоже где-то там из-под полы как-то продавались, покупались, не знаю. Я говорю, хорошо, давайте я свяжусь сейчас со своим начальством, и мы обсудим это. И, в общем, я со своим командиром связалась. Я говорю, предлагают такой бартер, есть ли возможность это сделать? Он говорит, хорошо, есть ли возможность сделать. И, в общем, по бартеру мы договорились, и нам выдали машинку одну, а мы им две куртки дали по бартеру взамен. Две кожаные летные куртки. И вот таким образом я приехала уже в Ростов с документами, но я так гордилась собой, что я смогла, сделала я это. Так что, скажем так, что вот дерзкие мои поступки, да, вот эти поступки все были мои дерзкие. Я на протяжении всей своей молодости вот такие поступки постоянно и совершала дерзкие. Если мне нужно было что-то раздобыть, чего-то добиться, свое что-то доказать, то я вперед из песни, без страха и сомнения, делала это. Вот. Ну и в итоге, спустя какое-то время, мне сообщают, что вакансия стюардессы имеется свободная, и вы можете проходить медкомиссию. Я пошла проходить медкомиссию, и, в общем, оказалось мое здоровье не настолько замечательным, как я думала, потому что летная работа, это все время перепады давления, это перепады температур, потому что в одном, в один даже день вы можете слетать на север, и в этот же день вы можете слетать на юг, то есть постоянно сквозняки, постоянно все, и поэтому не должно быть никаких хронических болезней, должно прям все идеально быть здоровьем. Здоровье должно быть идеальным. Вот. И мне казалось, что здоровье у меня идеальное, но оказалось это не совсем так. То есть медкомиссию я не прошла, и стюардессой я работать не смогла. Поэтому, когда мне исполнилось уже 20 лет, на это место, которое я занимала полтора года с минным комендантом, вернулась с декретного отпуска женщина, которая ушла, и мне нужно было уже искать какую-то другую вакансию, но, в общем-то, меня звали дороги и какие-то новые, в общем-то, работы. И тогда уже, опять-таки, по совету своих там знакомых, друзей, я пошла работать на завод, потому что, ну, я решила, что с аэропортом, наверное, уже все, пора закругляться, раз я стюардесса не стану, комендантом работать уже я не буду дальше. И, в общем, надо идти дальше по жизни. И пошла я уже на перспективу, пошла на завод работать. Ну, я на Красном Оксайе работала на заводе. Мне работать не впервой за станком, это все легко и просто, но, по крайней мере, я пошла уже за конкретно хорошие зарплаты. Мне уже так сказали, что, в принципе, кто за станком работает, там уже может быть хорошая зарплата. Можно зарабатывать. Ну, и также есть всякие детские садики там. То есть, уже на перспективу я смотрела на будущее, чтобы уже работать долго на предприятии, и уже пора становиться на очередь на квартиру и ждать квартиру. И, в общем, пошла работать на Красной Оксайе. Ну, это мне уже было 20 лет, когда я исполнилась, в 1984 году. Ну, вот на этом, наверное, я и закончу свое видео. По крайней мере, мне кажется, я вспомнила основные такие моменты по работе вот в аэропорту, что смогла, вспомнила, рассказывала вам. Я думаю, что после этого видео будет много у вас вопросов. И такого формата видео я снимаю впервые. Было оно вам интересным, вот эти мои рассказы, или это скучное видео, неинтересное, вы об этом напишите в комментариях. Ну, а кому мое видео понравилось, также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Если у кого-то есть какие-то вопросы, какие-то предложения по поводу, может быть, снять какие-то темы, поговорить, вот болталку такую, да, поговорить, рассказать вам о каких-то там темах, может быть, из моей молодости, времен моей молодости, так скажем, да. Ну, предлагайте, я все это учту, возьму на заметку и, в общем, буду стараться для вас это видео снять. Ну, на этом все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok